Ситуация по коронавирусу в Уварве продолжает оставаться сложной. Открывая очередное заседание оперштаба глава города Владислав Денисов отметил, что уже в течение семи недель на территории муниципалитета продолжается рост заболеваемости. Заболеваемость по сравнению со среднеобластной превышает на 1,8. Это еще раз говорит о той необходимой работе, которую нужно проводить для того, чтобы защитить население от заболеваемости. Тем более, что данное заболевание не только приводит к утрате здоровья, но и имеет высокий процент смертности. То, что в городе сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, подтверждают данные Уваровской ЦРБ и Роспотребнадзора, озвученные в рамках заседания. Если за май уже регистрируют 40 градусов, то за июль 340. Такой вот резкий скачок произошел. У меня было бы получилось сохраняться и в июле. Еженедельно регистрировалась от 105 до 119 случаев. За последнюю неделю 63. В настоящее время на дому находится у нас плюс контор, а плюс больных. Коронавирус, отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией тоже всю неделю работало на движении. То есть количество больных колебалось. Это общее количество от 85 до 92 в этом пределе. Количество госпитализированных превышает ежедневно количество выписанных. На вчерашний день было 5 госпитализированных, 4 выписанных. Но это еще соотношение, скажем, благоприятное. Были дни, когда, допустим, 8 денег госпитализированы, это 2-3 только выписаны. То есть пока напряжение сохраняется. Большая часть случаев регистрируется среди пенсионеров и неработающего населения. От общего количества случаев на них приходится 31%. В целях стабилизации ситуации глава города поручил усилить контроль за исполнением действующих санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли в транспорте, а также за проведением дезобработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Прервать цепочку распространения коронавируса и свести на нет пандемию способна массовая вакцинация, которая набирает обороты в Уварве. В настоящее время вакцинированы свыше 3000 уваровцев. Из них большая часть – лица старше 60 лет. В списке тех, кто желает привиться от коронавируса, значится порядка 1000 человек, которые планово вакцинируются по мере поступления вакцины. «Есть ожидания полностью, электронная запись заполнена уже до конца августа, это ежедневно записано по 25 человек. Значит, когда приходит вакцина ежедневно, то есть за день процедурный комбинет вакцинирует даже до 120-150 человек. То есть осуществляются выезды в организации, на дому выезжает маломобильным и проводится вакцинация тех граждан, которые записаны в месте ожидания. Значит, до этого мы работали с вакциной «Гамка Витвак». Это основная вакцина, которую мы получаем в самом большом количестве. Дальше «Пивак Корона». И первый раз мы получили спутник «Лайк» 149 доз. Это для переболевших. Ну, переболевшие дозы вакцинируются. Медики активнее стали вакцинироваться, кто переболел. Медики в один голос говорят, болезнь лучше предупредить, чем бороться с последствиями. Ведь они могут быть самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, по словам заместителя главврача Уваровской ЦРБ Лидии Шандалиной, с 1 июля в медучреждении началось проведение расширенной диспансеризации людей, перенесших коронавирус, в целях выявления у них признаков хронических, неинфекционных заболеваний и рисков их развития. Углубленное обследование по специальной программе доступно всем бывшим ковид-пациентам. Если диагноз им поставил врач, а с момента выздоровления прошло больше двух месяцев. Особое внимание будет уделено тем, кто переболел в средней и тяжелой форме. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, НашГород.